Планы королевы на Рождество в очередной раз нарушили ограничения, связанные с распространением нового штамма коронавируса Omicron. В резиденции Елизаветы II с Андрингеми должны были собраться члены королевской семьи из ближнего и дальнего зарубежья, однако их визит снова пришлось отложить. Ее Величество на празднике осталось в Виндзорском замке. К ней присоединились принц Чарльз и герцогиня Камила, а также принц Эдвард с супругой Софии двумя детьми. Принц Уильям и Кейт Миддлтон встретили Рождество в Анмер Холле вместе с родителями герцогини. Принцесса Анна с супругом с сэр Тимоти Лоуренсом осталась в своей резиденции в Гаткомп парке из-за того, что результат теста дочери Ее Величества на COVID-19 оказался положительным. Принц Гарри и Меган Маркл со своими детьми остались в Калифорнии. Инсайдеры вспоминают самый первый подарок новоиспеченной герцогине Сасекской, сделанной королеве на Рождество. Меган купила маленького игрушечного хомячка на веревочке, который исполняет песни, припоминает источник. Было очень забавно, когда Корги с собакой Елизаветы II начала охотиться за этой игрушкой. Тогда королева пошутила. «Она составит прекрасную компанию моим собакам», — говорит инсайдер. К слову, тогда королевская Корги разорвала хомячка на куски. Об этой истории вспоминал и сам принц Гарри в интервью BBC Radio 4. Ей это действительно понравился подарок. И семья приняла ее. «Рождество — семейный праздник. Я уверен, что тогда мы все вместе прекрасно провели время», — рассказал внук Елизаветы II. Королевский эксперт Нил Шон рассказал, с кем Кейт Миддлтон поддерживает особенно теплое отношение. По его словам, герцогиня Кембриджская доверяет лишь нескольким людям в своей жизни. Но есть один человек, с которым у нее сложилась самая крепкая связь. Как оказалось, больше остальных Кейт доверяет своему младшему брату, Джеймсу Миддлтону. И есть один человек, которому она может искренне довериться. Человек, который стал ее опорой. Ее брат — Джеймс Миддлтон. Именно к нему Кейт приходит в смутные времена. Потому что ей нравится его расслабляющее влияние. И, конечно же, его мудрые советы поделился Нил. Кейт, в свою очередь, тоже поддерживает своего брата. Когда он лечился от тяжелой депрессии, герцогиня часто навещала его. По словам эксперта, Миддлтон доверяет и своему мужу, принцу Уильяму. Однако в силу его занятости она старается не обременять супруга некоторыми своими проблемами. Кейт Миддлтон и Меган Марк считаются самыми популярными королевскими особами. Неудивительно, что их постоянно сравнивают между собой. На днях стало известно, кого из герцогинь признали самой сексуальной представительницей монаршей семьи. Эксперты изучили данные поисковой системы Google, чтобы определить количество запросов, связанных с физической привлекательностью королевских особ. По результатам исследования Меган обошла Кейт и стала самым сексуальным членом королевской семьи. Герцогиня Сасекская собрала более 50 тысяч ежемесячных запросов, связанных с ее внешностью. Больше всего поклонникам оказались интересны горячие фото Меган Маркл. Этот запрос в общей сложности употреблялся 30 000 раз за один месяц. А это почти в три раза больше, чем у Кейт. Она заняла второе место и собрала 18 000 поисковых запросов на эту тему. Еще до того, как Меган присоединилась к королевской семье, публика уже считала ее невероятно красивой из-за ее участия в популярном сериале «Форс-мажора», который сделал ее знаменитой. Эти данные лишний раз доказывают способность Меган привлекать внимание всего мира своей красотой, прокомментировал результаты представитель службы тестирования. Дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принцессе Шарлотте, всего шесть лет, но она уже отличается своенравным характером. Однажды она даже показала язык вместо традиционного приветствия, подобающего наследникам британского престола. Впрочем, шалости юной наследницы лишь умиляют членов королевской семьи. Не так давно принцесса Шарлотта взяла в привычку носить дома тиару, чем вызвало умиление поклонников. Дочь герцога в Кембриджске хорошо осведомлена о своей роли в британской королевской семье. Шарлотта знает, что она принцесса, и у нее уже есть игрушечная тиара, которую она носит дома практически не снимая, сообщил источник изданию US Weekly. По словам инсайдера, девочка любит быть в центре внимания и, несмотря на свой возраст, чувствует уже себя взрослой. Ей нравится выбирать себе наряды вместе с Кейт, и если ей не нравится платье, которое она носит, она открыто выражает свои чувства. Она не чувствует себя смущенной перед толпой людей, в отличие от большинства детей ее возраста. Она самый уверенный ребенок кембриджских и является лидером в их семье. Кейт Миддлтон призналась, что Вестминстерское аббатство – особенное место для нее и ее супруга, принца Уильяма. Именно здесь 10 лет назад королевская пара обвенчалась, и здесь же проходят очень важные для семьи кембриджских мероприятия. В частности, в Вестминстерском аббатстве 8 декабря состоялась торжественная служба и благотворительный концерт «Вместе на Рождество». «Я очень рада возможности вместе с вами встретить Рождество именно здесь, в Вестминстерском аббатстве. Это место – особенное для нас с Уильямом», – написала Кейт Миддлтон на официальной странице герцогов кембриджских в Инстаграме. Этими словами герцогиня анонсировала эфир благотворительного мероприятия, которое было организовано в поддержку всех, кто во время пандемии не прекращал работать на благо общества. Мы хотим выразить огромную благодарность всем этим удивительным людям, которые поддерживают свои сообщества. Мы также хотим отметить всех, чья работа обычно остается незамеченной. Включайте ITV в 7 часов 30 минут вечера в канун Рождества, чтобы увидеть специальное мероприятие «Вместе на Рождество», – продолжила герцогиня Кембриджская. На мероприятии, которое состоялось в Вестминстерском аббатстве, присутствовали родители Кейт – Кэрол и Майкл Миддлтон, ее брат Джеймс и сестра Пиппа, а также некоторые члены королевской семьи – принцесса Евгения, принцесса Беатриса и Зара Тиндау. Почетными гостями праздничной службы стали 1200 невосветных героев, которых Кейт пригласила в знак благодарности за их усердный труд во время пандемии. Как известно из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса – омикрон, королеве Елизавете II пришлось отказаться от семейного рождественского обеда в Сандрингеме. Второй год подряд Ее Величество проведет праздник в Виндзорском замке. Сначала королева отменила традиционный обед перед Рождеством для тех, кто не сможет приехать в Норфолк на сам праздник. Однако теперь помощники королевы сообщают, что ее планы на отпуск все еще пересматриваются. По информации инсайдеров ради своих детей, вполне вероятно, Кейт Миддлтон и принц Уильям все-таки отправятся в Норфолк, чтобы посетить традиционную рождественскую службу. И хотя английская версия журнала Казмопалатон сообщает, что в этом году из-за пандемии Кембриджские останутся на Рождество дома, источник из окружения пары полагает, что Кейт и Уильям, которые вместе с детьми до каникул находятся на самоизоляции, сам праздник все-таки проведут в рамках королевских традиций. Вполне возможно, они навестят в Виндзоре Елизавету II, а также родителей Кейт, которые живут в деревне Баклбери, что всего в 33 милях от королевского замка. Принц Чарльз с супругой Камилой, принцесса Анна, принц Эдвард с женой Софь, вслед за ее величеством, также отменили свои праздничные мероприятия, чтобы снизить риск распространения вируса. В последние месяцы самочувствие ее величества оставляет желать лучшего. По мнению экспертов, все меры предосторожности, предпринятые членами королевской семьи, прежде всего были направлены на сохранение здоровья 95-летней Елизаветы II. В 2018 году королевская семья праздновала рождение третьего ребенка у принца Уильяма и Кейт Миддлтон. В это же время принц Гарри во время интервью для британского ВОУ дал обещание защитнице природы Джейн Гудол иметь максимум двоих детей в связи с риском перенаселения планеты. Тогда его слова расценили как нападку на герцогов кембриджских. А сейчас сам Гарри с супругой подумывают о третьем ребенке. Об этом сообщает издание New Idea со ссылкой на приближенный к семье источник. Пара уже ей двое детей. В 2019 году на свет появился сын Арчи, а в 2021 году родилась дочь Лилибет Диана. По словам инсайдера, близкого к семье, именно Арчи заставил родителей пересмотреть свои взгляды. Гарри и Меган уже проводят исследования по поводу влияния многодетных семей на климат. Они считают, что могут внести более позитивный вклад в мир, воспитывая умных информированных детей, которые будут такими же во взрослой жизни. С тех пор, как в семье появилась Лилибет, Арчи просил маленького братика. Ни Меган, ни Гарри никогда не могут отказать ему, сообщает источник. Ради этого герцоги сасекские готовы прибегнуть к ЭКО. Сами принц Гарри и Меган Маркл никак не прокомментировали эти слухи.